Субтитры создавал DimaTorzok 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 Первый заезд окончен, победитель определен Во втором заезде мы решили увеличить нагрузку и добавили еще по одному человеку в каждую лодку Субтитры создавал DimaTorzok Три, два, один, старт! Мы видим, что пилот зеленой лодки был шустрее на старте, а команде белого Сузумара ничего не остается, как продолжать преследовать их Пожалуй, необходимо отметить, что сейчас на каждом моторе установлен трехлопастной алюминиевый винт 10-го шага производства Сузуки А мотор откинут на второе положение от DimaTorzok Что происходит, непонятно Одна лодка явно быстрее другой Мы видим, что зеленый форвард уже набрал достаточно большой отрыв И, судя по всему, он будет еще увеличиваться Да, команда белого Сузумара явно слила этот заезд Вот такие хуйники Ух, ликотины попрыгивали Мы тут балласты впереди Мы-то, видишь, примерно одинаковые весы, но они примерно одинаковые Сзади, по идее, ну да По идее, ну как бы Надо ситуацию исправлять как-то, что-то не то Три, два, один, старт! Как вы, наверное, уже догадались, произошла смена пилотов Для того, чтобы исключить человеческий фактор из нашего эксперимента Да-да, мне тоже ничего не понятно Так, в попытке настигнуть соперника Пилот Сузумара Решает использовать клеваторную струю от катера для ускорения Но Мы видим, что он облажался и потерял скорость И тоже Одна лодка бежит быстрее другой Вполне разумно Поменять моторы местами И сделать новый заезд Ну что, пока мотор 9.9 почему-то выигрывает Что со старта, что при разгоне уходит потихоньку вперед Пробовали поменять сейчас людей, вес Сейчас попробовали поменять моторы с лодки на лодку Может быть, все-таки какая-то разница в лодках присутствует Сейчас мы это все проверим Ну и заодно замеряем скорость Три, два, один, старт! Фантастика! Наша бодрая девятка снова уверенно берет старт Мы видим, что расстояние между лодками уже как минимум пару корпусов Белая лодка уходит в отрыв, а именно на ней сейчас установлен мотор 9.9 На одной из лодок у нас сейчас находится человек с GPS приемником По его данным, лодки в заездах идут приблизительно 37 км в час Это на второй дырке, то есть на втором делении угла откики мотора При загрузке два человека Мы видим, имеется брызгообразование То есть оно, на мой взгляд, не одинаково Белый Сузумар брызгает больше На зеленой лодке брызги ближе к корме Но вы сами можете судить именно по картинке То есть мои советы вам не нужны ДИСКОМ INDR-1 Брызгает музыка Брызгает музыка Нормально, когда не пройдут Черкто ДИСКОМ INDR-2 Редактор субтитров Что, меняем водил? И что, получается, ушел вперед этот, потом, в принципе, мы шли одинаково. Ну, да, я заметил, что, в принципе, как бы, вот на этот раз отрыв не сильно большой был. В этом заезде мы решили сделать старт сходу, чтобы нивелировать разницу в мастерстве пилотов на старте. Три, два, один, старт! Напоминаю, на белой лодке модифицированный мотор 9.9 на зеленой оригинальный 15 лошадиных сил. На мой взгляд, вот сейчас хорошо видна разница в брызгообразовании между лодками. Похоже, пены от белой лодки в кильватере больше. Время лодки в кильватере больше. Еще я вижу, что парням уже надоело елозить бухту Новиков туда и обратно. Они заскучали, и поэтому, наверное, надо сделать перерыв и потом немного взбодриться. Этот заезд выигрывает зеленый форвард и мотор 15 лошадиных сил. Тем временем, на наши летние забавы пожаловал известный приморский водномоторник Иван Гусаков и любезно согласился предоставить мотор Yamaha 9.9, также модифицированный для сравнительных тестов. Замечу, что на этом моторе еще дополнительные кронштейны тоже имеют массу. Замечу, что он перевесит на башку. Вторая попытка. Все напряглись. Внимание! Опа! Вот это да! 33,82. С поправкой на масло погрешено из полкило. О, вот Сатурн. Значит, вот эти винты Солос Сатурн. Идентичные для Сузуки и для Ямахи. Отличаются только посадочной втулкой. Вот, Солос Сатурн. Шагом 11. Да, вот отличаются немного проточками, диаметрами и втулками с различным количеством шлицов. У Ямахи 8 шлицов более крупных, у Сузуки 10 более мелких. А так это одна и та же отливка. То есть винты ставим практически идентичные. Солос Сатурн. Сидеть! Сидеть! Иван хоть и суров, но справедлив. В этом заезде участвуют только пилоты. Ой, дурик, ой, дурик. Хотя, от регламента мы все-таки немножко отступили. Все, сидим. Так, ну-ка, Ральф, вниз. Сидеть. Выравнивайтесь, да. Три, два, один, старт. Что мы видим? Сузуки легко выигрывает старт. Ускоряется. Иван дает какие-то команды псу. Зеленая лодка тоже ускоряется. Начинает преследование белого Сузумара. Лодки набирают скорость. И вот, вот. И впереди еще дистанция большая. Можно сократить отрыв. Мы на катере тоже ускоряемся. Нам очень это все интересно. Кто будет первым? А Иван мы видим еще умудряется снимать происходящее на свою портативную видеокамеру. Мастерство, как говорится, не профукаешь. Так, ну можно констатировать, что Ямаха выигрывает этот заезд. Три, два, один, старт. Решаем повторить заезд и пройти в обратную сторону. Снова Сузуки уверенно берет старт. Начинается преследование. Лодка Ивана немножко потеряла скорость на кильваторной волне. А здесь мы видим уже все по-взрослому. Посмотрите внимательно на посадку пилота. Не дать мне взять Формула-1 на воде. Этот заезд выигрывает Сузуки. Однако мы видим, что отрывы совершенно небольшие. Сузуки. Чтобы добиться максимальной скорости, мы решили еще поднять моторы. Сейчас они находятся на третьем делении и на Ямахе, и на Сузуки. Но на Сузуки, в отличие от Ямахи, на одно деление больше. Пять против четырех. О, плохо! Три, два, один, старт! Здесь мы видим, что пилоту Сузуки явно не хватает опыта. При высоких углах откидки необходимо максимально смещать на старте вес лодки вперед. Но, тем не менее, дистанция впереди. Посмотрим, как поведут себя лодки, как поведут себя моторы. Заметно, что работают винты на грани подхвата воздуха. На зеленой лодке мы видим небольшого дельфинчика. Но, тем не менее, пятно контакта с водой у зеленого форварда меньше. Визуально мы видим, что лодка идет практически на пяточки, в отличие от белого Сузумара. Форвард под Ямахой выигрывает этот заезд. Вот, пожалуй, и все на сегодня. Следите за дальнейшими выпусками на канале Лодки и Моторы. До новых встреч!